приветствую вас дорогие мои подписчики и вы проходившие мимо вас тоже приветствую долго думал о том чтобы снять в этом видео и придумала снимать изменение длины стержней при растяжении сжатий то есть деформации растяжение сжатий до насколько изменит размер стержень мы привыкли оперировать такими понятиями как изменение длины или деформация для обывателя это одно и то же для человека который занимается сопротивлением материалов это разные вещи поэтому сегодня именно об изменении длины то есть удлинение или укорочение которые мы нарисовали растягиваются под действием силы f и пока собственным весом его этого стержня можно пренебречь для того чтобы найти внутренние усилия нужно сделать сече как всегда для этого мы рассекаем стержень и рассматриваем отсеченную часть от нашей основной конструкции но при этом внутренние усилия которое мы называем мы направляем от сечения к оставшейся части тогда из суммы проекции на ось y которую выберем к примеру вверх направим мы можем найти что внутренние усилия и минус f и дальше и суммы проекции на ось y должна равняться нулю по причине того что все находится в статическом равновесии сила действия равна силе противодействия то есть сумма этих сил должна равняться нулю это мы и напишем отсюда мы получаем что n равняется f то есть внутреннюю усилие равно приложенной силе и пока мы избавили себя от заботы о собственном весе формула для определения внутрь изменения длины выглядит так n умножить на l разделить на е и умножить на а это простая формула без учета собственного веса здесь n внутренние усилия или естественно длина стержня на котором действует это n и е модуль упругости то есть жесткость того материала из чего сделан стержень акт это площадь поперечного сечения дальше используя постановку значений и внимательно следя за единицами измерения которые мы поставляем мы получим в результате дельта и но возьмем и воспользуемся временем немножко потратим его для того чтобы посчитать какие же они бывают реально для этой цели я взял указанные величины то есть длину взял один метр материал из которого будет сделан стержень сталь обычно устали по справочнику модуль упругости 2 на 10 5 мегапаскаль жесткость то есть модуль упругости а площадь а это два сантиметра квадратных маленькая площадь и теперь нас будет интересовать насколько же при данных значениях в конструкции мы увидим изменение длины стержня насколько переместиться . c вниз размер cc штрих это и есть дельта и насколько изменится длина стержня да еще я тут добавил силу допустим 10 килоньютонов что такое 10 килоньютонов это одна тонна так вот например значит тогда чтобы поставить эту формулу нам нужно все привести к одной системы и единиц измерения в сопротивлении материалов так вышло что значение которые в реальных конструкциях существуют удобнее поставлять в килоньютонах и сантиметрах значение получаются с нормальными цифрами без большого количества нулей или до запятой или после чисел то есть вот более удобный метод постановки и поставим эти значения в нашу форму значит тут у нас получается 10 килоньютонов умножается на 100 сантиметров делится на модуль упругости 2 на 10 4 килоньютон на сантиметр квадратный и площадь у нас два сантиметра квадратных и того у нас выходит в числителе 10 в 3 знаменателе в 10 4 значит мы здесь можем вот так вот сократить остается 10 значит одна сороковая 25 сантиметра вот такой величины изменения длины для нас приемлемо то есть то что чаще всего встречается в жизни это достаточно маленькие значения изменение длины они не бывают несколько метров и даже несколько сантиметров бывает очень редко на этом все на сегодня о том как определять изменение длины в стержнях простой конструкции следующих видео хотел бы у вас узнать чтобы важно было для вас и был бы признателен если бы вы в комментариях писали заявки на следующие видео какую тему рассмотреть и о чем поговорим в следующий раз буду признателен спасибо на этом все будьте здоровы до свидания удачи